Добрый день! Доложите, пожалуйста, как идет реконструкция Ярославского шоссе, в какие сроки. Знаю, что по нормативным срокам это должно быть около 4 лет. Мы ставили задачу значительно уменьшить эти сроки до полутора лет. Получается или нет? Доложите, пожалуйста, как идет работа. В марте 2012 года приступили к реконструкции Ярославского шоссе. Контрактный срок окончания это август 2013 года. На сегодняшний день работа развернута на всех участках. Идет большой объем перекладки сетей. Основные объемы перекладки сетей уже завершены. Мы строим две эстакады на этом протяженности. В результате этих двух построенных эстакад мы фактически от крестовских путепроводов до МКАДа будем иметь бесцветофорное движение. На сегодняшний день у нас была здесь раньше реверсированная полоса, которая показала эффективность работы. По предложению департамента транспорта мы, хотя в первоначальном варианте у нас не было этой реверсированной полосы, мы пересмотрели проект и все-таки реверсированную полосу в дополнительный проект включили и она у нас останется, что будет действительно работать на объезд и на выезд. Сколько полос для общественного транспорта предполагается? Значит, у нас полностью есть все полосы по одной полосе в каждую сторону и протяженность на всей длине. Больше 20 километров получилось? Да, больше 20 километров. Мы построили 214 заездных карманов. Значит, мы построили... Что с пешеходными переходами, особенно здесь возле университета? В начальном проекте его не было, тем не менее, правильно решили, что его нужно реконструировать, восстановить и сделать его более еще комфортным. Да, Сергей Алексеевич, у нас действительно сначала пешеходный переход здесь не планировался, он планировался дальше через 300 метров, в связи с тем, что здесь находится строительный университет, несколько тысяч студентов, профессорско-преподавательский состав. Все-таки мы также заменили проект и по обращению университета сейчас продлеваем существующий пешеходный переход. И тоже, несмотря на то, что к этой работе приступили несколько позже, тоже планируем закончить нормативные сроки. с реконструкцией Ярославки за МКАДом в зоне ответственности Министерства транспорта. После проведенного совещания с Министерством транспорта по приближению сроков реконструкции вылетных магистралей в области, значит, федеральный Росавтодор, значит, включил в проектирование, идет полный вход в проектирование этой дороги, значит, до поселка Тарасовка расширение, и они планируют эти работы начать в 13-м году и закончить в 14-м. То есть у нас фактически получится такое сплошное, бессветофорное, нормальное движение. Наш объем работ, наш участок, когда вы закончите реконструкцию? Сергей Семенович, ставим задачу август 13-го года. 18 месяцев, как мы и намечали, в общем-то, так и планируем по контракту закончить. Ну, разговариваем с подрядчиком, может быть, на месяц раньше все-таки. Я не знаю, на месяц или нет, но надо укладываться от 18 месяцев, о которых мы договорились. Если раньше получится, ну, я думаю, жители Москвы и Подмосковья, которые каждый день пользуются этой напряженной трассой, будут вам благодарны. Так что старайтесь. Старайтесь. Рад, успехов вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.